Всем привет с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Геем и сегодня мы играем на роде НРП Центральный округ. Мне здесь Кирилл под булови, не забывайте вводить по ник при регистрации, также можете вводить мой промокод, вся информация есть в описании под видео. Итак пацаны, сегодня основная серия, в этой серии я хочу купить себе какую-то новую машину, как вы знаете у меня слетело два дома, то есть я сейчас вообще бомж получается, у меня нету ни дома, ни квартиры, ничего, я спавнюсь получается на вокзале, но я хочу купить себе какую-то интересную машинку, я уже знаю какую машину я хочу, но не знаю есть ли она сейчас в продаже у кого-то, я хочу купить Raptor с раундж контролем и сейчас мы поедем на рынок и посмотрим возможно там такая машина продается. Вообще по логике было бы лучше купить какой-то дом, либо квартиру, потому что спавнится на вокзале это такое себе на самом-то деле, но я решил купить себе машину, почему бы и нет, в машине тоже можно как бы жить. Ну а с вас пацаны лайк, подписка на канал, всем желаю приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита. Итак пацаны, я получается купил себе Raptor, он фул тюнинг, но у него нету лаунч контроля, то есть я просто купил фуловый себе Raptor и все. Просто я кидал объявы и никто мне не писал насчет лаунч контроля на Raptor, я помню такой Raptor продавали где-то неделю назад за 5 миллионов, но тогда у меня не было возможности его купить. Но в итоге я купил вот себе вот такой вот Raptor, полный тюнинг, номера Родина СТ, пробег 1000 километров, кстати на нем гидравлика есть или нет, давайте посмотрим. Так открываем машину, я извиняюсь заранее свой голос пацаны, я просто приболел, у меня голова болит, у меня горло болит, у меня слабость. О да, гидравлика есть пацаны, вот это очень классно на самом-то деле, то что есть гидравлика, потому что я думал, что мне придется ее самому ставить. По-моему еще есть на него винилы, но я наверное винил ставить не буду. Напишите пожалуйста в комментариях, как можно купить отдельный лаунч контроль не за донат. Возможно там за ля можно его купить у кого-то или нет, просто ну покупать именно за донат я не хочу, но я хочу очень лаунч контроль на эту машину. Я же теперь спаунюсь вот здесь на вокзале, поэтому давайте его где-то здесь припаркуем, ну вот здесь прямо его припаркуем, просто чтобы я потом пешком не бежал. Не, вот эта тачка реально пацаны, самая жесткая тачка на серваке, она везде просто проедет, но мне кажется круче этой тачки ничего нет на серваке. Да, вы скажете, типа там у некоторых есть монстр, у некоторых есть другие машины, но именно по бюджету, если не за большие деньги, то лучше этой машины ничего нет на серваке. Вот серьезно, никакая ламба, никакая там другая машина не заменит эту машину. Да, она не особо быстрая, ей там 200 км в час, но для джипа это вполне себе нормально, она везде просто проедет, где угодно просто, куда бы вы ни заехали, эта тачка везде проедет. И это реально круто, и из-за этого я себе ее и купил. Ну блин, отдавать 200 тысяч за спойлер тоже, знаете, такое себе дело. Я вообще не знаю, что она здесь или нет, сейчас бы спойлер ставить. Можно на цвет купить вот такой вот спойлер просто, и все, за 200 тысяч. Ладно, давайте купим, в принципе, просто такая изюминка будет. Во, пацаны, пушка такая. И давайте еще диски какие-то посмотрим, возможно на него поставить, и поедем куда-то на нем прокатемся. Я вам покажу, насколько он проходим вообще сам по себе. Не, ну пацаны, слазитесь в пушечка просто. Такой чисто бандит. Дисочки, я думаю, вообще по кайфу здесь стоят. Спойлерок себе черный такой цвет кузова. Нормально, короче, нормально, поехали сейчас прокатимся. Кстати, знаете, для чего еще подойдет эта машина? Подойдет она для того, чтобы с вами на стиме кататься на этой тачке. Просто в кузов будете запрыгивать, и будем вместе кататься, тусить. Потому что, как вы помните, я очень хочу сделать стремы по родине. Хотя бы три раза в неделю, я думаю, будет нормально. И можно будет вместе просто на этой тачке ездить, тусить. Потому что, ну, много людей может в кузов поместиться. Я решил в первую очередь заехать, сейчас состояние подчинить. Потому что, ну, как вы видели, состояние у него не очень хорошее. Все, пацаны, состояние подчинил 99%. Теперь можно спокойно ехать и не бояться того, что у нас где-то сломается. Бензиночка, конечно, мало. Но давайте прокатимся вообще. Покажу, что она умеет. Вот так можно просто бежать, перелетать. Ну, типа, тачка реально очень классная. На ней можно жестко, на самом деле, беспределить. Она может везде проехать. Я вам серьезно говорю. Ну, вот, допустим, вот, да. Типа, нам нужно проехать. Вообще похуй. Ну, типа, можно везде проехать, серьезно. Тачка реально очень имбовая. Ну, я думаю, все знают про эту машину. Типа, то, что она намного способна. Но я вам сейчас просто попытаюсь продемонстрировать самое легкое. Ну, вот, допустим, даже здесь вот мы можем проехать. Хотя, обычно машина там бы не проехала вообще никак. Ну, так, реально, тачка очень хорошая. Как бы, ну, и вместительная. Потому что можно в кузове людей возить. Я считаю, это очень хороший плюс. Ну, и цена у него довольно-таки нормальная. Столько у машины можно купить за 2 миллиона. А вот в тюнинге можно купить за 3 миллиона. Ну, что ж, пацаны, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ждите стримы на следующей неделе. А я, скорее всего, буду лечиться. Потому что, реально, что-то приболел. Расклеился, так сказать. Что-то у меня и насморк, и горло болит. Ну, скорее всего, это не коронавирус. Поэтому можете не переживать.